Дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать на нашем, таком, наверное, постоянном, уже невыгодном совещании председателя Севдоводства Киндисекского района. Надеюсь, что сегодня вы так откликнулись и пришли на эту встречу, потому что вопросов у нас с вами много, общих вопросов, которые, наверное, решать лучше сообщать все вместе. Об организации ежегодных сельскохозяйственных ярмарок в районе, об организации всероссийской сельскохозяйственной переписи, об организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и пожароопасных периодов. Ну и самое основное у нас сегодня с вами новое в законодательстве по садоводческим некоммерческим объединениям, значит, в судебной практике по СНД и вопросы учета и экономии электроэнергии в садоводствах и использования новой методики к нам подъедут. Добрый день, уважаемые друзья. Я не буду долго открывать ваше внимание, но хочу напомнить, действительно, три года назад мы с вами собирались в вашем зале, и целью нашей было сдвинуть дело с мертвой точки, потому что, к сожалению, таково законодательство, я как депутат об этом говорил и признаю, таково законодательство, что наши садоводства, садоводческие общества остались вне поля деятельности органов власти. И, к сожалению, варятся в собственном котле, и сегодняшнее, опять же, законодательство не позволяет им решать все вопросы, противоречиво привлекающие в этих обществах. Но это наши люди, это наши садоводы, которые, скажем так, растят продукт, которым кормятся, живут нормальной русской, человеческой жизнью на природе, на земле. И я, опять же, как законодательство считаю, что это поле не должно попадать из виде народной власти, нужно срочно регулировать законодательство, нужно решать все вопросы, связанные с жизнью деятельностью садоводства. Потому что это уже, на самом деле, не какие-то общественные организации, а в принципе, жилые массивы, где люди действительно и живут, и производят, и уже и детей рожают и так далее. Поэтому это очень важный момент. Мы в третьем году собираемся, у нас все, к сожалению, происходило так вот болезненно, но я считаю, что мы все равно сделали большой порыв. В прошлом году все-таки мы организовали такой актив садоводов на базе моей приемной депутатской. Все-таки она, может быть, в какой-то степени все-таки позволяет решать какие-то вопросы. Конечно, не все, конечно, к сожалению, есть моменты, которые выходят за рамки нашей компетенции, но тем не менее, я считаю, что в чем-то действительно общественные советы приемные помогли, потому что мы сдвинули все-таки проблемы по некоторым садоводствам, по электроэнергетике, по водоснабжению. Но нашли пути решения и куда идти, хотя бы показали, куда идти людям, чтобы решать те или иные проблемы. У нас ежегодно, традиционно, два раза в год проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Весенняя ярмарка у нас нынче проходит в эту субботу, 23 числа, на пешеходной зоне улицы Октябрьской, а 10 сентября будет проводиться осенняя ярмарка, куда бы вас с удовольствием приглашали. Хочу сказать, что на основании постановления правительства Российской Федерации номер 316 10 апреля 2013 года и 108 федерального закона в редакции 1 декабря 2014 года у нас на территории Российской Федерации проводится всероссийская сельскохозяйственная перепись. Конечно, она и будет проходить в нашем районе. С этой переписью вы, наверное, уже сталкивались, по той причине, что мы с вами работали и запрашивали у вас списки. Так вот, перепись будет проходить с 1 июля по 15 сентября. Сельскохозяйственные крупные организации, микропредприятия, коллективно-фермерское хозяйство, индивидуальные предприниматели. Дальше обследование будут поддержать жителей сельских населенных пунктов, а также города и садоводческих товариществ. Я полномоченна по вопросам переписи Бурнова Галина Сергеевна. Контактные данные 2.53.13. Можете записать. С июня 2015 года по 30 ноября мы с вами тесно взаимодействовали по вопросам списков, актуализации списков. И вот хочется сказать, что многие председатели как-то неответственно отнеслись к этому и не дали нам эту информацию. Так вот, просим, у нас сейчас будет проходить предварительный обход с 24 июня по 30 июня. Будут ходить переписчики, ваше садоводство. Просьба оказать посильную помощь им в части нахождения участков, так как обследоваться будут не все объекты, не сплошное садоводство, а выборочные участки. Садоводцы живут там, да, вот меня выбрали. Естественно, она так поняла, кто, если не я. Но действительно мы варимся в собственном соку. А вот то, что предоставляются списки бесконечные, это не бесконечно, это один раз привести в порядок.